Информационная продукция для детей, достигших 12 лет. Объединение и партнерство между государством и бизнесом в Казахстане позволило воплотить в жизнь большое число социально значимых проектов. На сегодняшний день совместная деятельность государства и частой инициативы утвердилась как экономическая модель развития инфраструктурного комплекса. Этот механизм показывает не только свою состоятельность, но и вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие страны. Поэтому успешная реализация возможностей государственно-частного партнерства является первоочередной задачей государственной политики. Следует в полной мере использовать институт государственного частного партнерства и подушевого финансирования, особенно для привлечения инвестиций в социальную инфраструктуру. В декабре прошлого года вновь подписаны законодательные поправки, направленные на внедрение новой модели государственного частного партнерства. Приняты меры для обеспечения прозрачности процедуры отбора частных партнеров, ограниченное участие квази-государственных предприятий. Тем самым созданы условия для вовлечения бизнеса в реализацию государственных проектов. Данный инструмент должен максимально использоваться при реализации новых национальных проектов. Государство выступает партнерам в таких сделках, и вот часто партнеры у них, как правило, равные права. Наша задача здесь только в решении тех рисковых вопросов, снятия тех рисков, которые есть. И вот в этой части, если будет эффективная слаженная работа в плане проработки этих соглашений, контрактов, в плане согласования всех моделей, всей модели, финансовой модели, финансирования, я думаю, потенциал очень большой. Проекты ГЧП могут осуществляться в любой сфере. Но наиболее востребованы те направления, на которых у государства не хватает средств. А бизнесу развивать их без субсидий государства невыгодно. Поэтому чаще всего это объекты инфраструктурного комплекса. Больницы, школы, детсады, коммунальные сооружения, автомагистрали. К слову, на такие проекты и направлена идея ГЧП. Мы видели проблему. Многоквартирные жилые дома, и в них отсутствует источник теплоснабжения. Мы в 2017 году открыли производство в лочно-модульных котельных в Алматинской области. И с 2017 года мы являемся одними из производителей блочно-модульных котельных в Республике Казахстан. В 2019 году нам одобрили строительство первых 15 блочно-модульных котельных. Это для города Толгар. Президент нашей страны сказал, что механизм ГЧП нужно задействовать в правильном русле. Вот одно из них, он отметил, это сферу ЖКХ. Тепло у нас во всех комнатах, включая ванну, кухню. Раньше этого не было. Раньше у нас за 40 тысяч мы только могли отопить, обогреть. Только жилые комнаты, зал там, спальню и все. Вот это единственный на сегодняшний день в Казахстане центры для людей с особыми потребностями. Таких центров даже в СНГ нет. Одновременно, возможно, 535 человек одновременно центр способен принимать. На сегодняшний день в данном центре тренируется больше 4,5 тысяч людей с особыми физическими потребностями. ГЧП-проекта не надо бояться. Нюансов много, сложно, потому что люди, которые живут в этом государстве, никогда не сталкиваются с таким проектом, что есть частное партнерство. И да, получается, что государство должно всегда превалировать, контролировать. Но мы, кажется, доверие оправдываем. По данным АО «Казахстанский центр ГЧП», на 1 апреля 2023 года заключено 1080 договоров ГЧП. Концессии свыше 2 триллионов тенге. 15 республиканских проектов стоимостью более 1 триллиона тенге. 1065 местных проектов стоимостью почти 900 миллиардов тенге. Мемлекет пен жекеменшек серых тестыгының жаңа үлгісіне көшу керек. Казыр көптеген жоба, кейбір кәсіпкерлер мен шинюнгтердің май шерпегіне айналды. Келісім шарттар ашық және конкурстық негізде жасалуға тиіс. Осы мақсатта тиісті занғабылдау қажет. Был пересмотрен действующее законодательство и в пакете срочных мер были подготовлены соответствующие поправки в законодательство. В первую очередь это касалось о внедрении обязательного определения частного партнера в проектах только на конкурсной основе. Второе нововведение это было о переводе всех процедур на онлайн-платформу. Мы разрабатываем свой портал ГЧП и чтобы не зависеть от бюджетного финансирования, чтобы ускорить все процедуры, мы привлекли техническую помощь и начали эти процедуры. Безусловно, любые проекты и сами участники ГЧП должны соответствовать требованиям, чтобы пройти конкурсный отбор. Особой привлекательностью обладают проекты с уникальными особенностями, целевыми показателями и условиями. Конечно, срок окупаемости вложенных средств зависит от финансовой модели и особенностей проекта. Как правило, этот срок колеблется от 5 до 30 лет. В Южном регионе много учеников, желающих много и в основном школы у нас в 2 и в 3 смены. Выходя на пенсию, я решил построить детсады и школы. По программе ГЧП, это 13 школа. 10 школ я построил, 10 садиков построил, действует, функционирует. Около 20 тысяч ученики и дети воспитываются и учатся. Государству хотим послужить, помочь, чтобы мы свой вклад внесли. Я предлагаю создание фонда инфраструктурных инвестиций, который будет поддерживать частных партнеров с софинансированием проектов. Сейчас софинансирование в проектах ГЧП достигает, возможно, до 30%. Также может быть создан государственные облигации с помощью гособлигаций, которые под низкий процент финансировали бы реализацию проектов ГЧП. В международной практике фонды финансирования проектов ГЧП широко распространены. Поэтому данный вопрос мы тоже рассматриваем. Мы думаем, что такой фонд можно было бы создать совместно с Банком Развития или с Фондом Дому. И в дальнейшем мы могли бы привлекать в него как бюджетные средства, так и средства международных финансовых институтов, которые тоже заинтересованы в реализации крупных проектов. Я получаю кредит и начинаю строить школу. Я желал бы всем бизнесменам, чтобы они тоже помогали своим односельчанам. По данным АО Казахстанский Центр ГЧП, на различных стадиях планирования и подготовки проектов находятся 152 проекта на 340 миллиардов тенге. Ну, заболел я 4 месяца назад. Эти 2 месяца я лечился там, в Астане. В марте мы узнали, что здесь тоже есть высокородкий диализный центр. Автомобиль есть бесплатный, он возит нас. Подъезжает прямо к дому. Нам сюда ближе намного ездят и нас возят. Почему бы нет? В день у нас, получается, 2 смены. Первая смена 4 человека и вторая смена 4. Процедура гемодиализа – это процедура забора крови от пациента. Проходит через искусственную почку, очищается и возвращается к пациенту. Это жизненная процедура. И, конечно, нам хотелось бы, чтобы наши пациенты не проделывали такой длинный путь, вот, уезжая куда-то в центры, это Караганда, Астана, потому что пациенты должны уже после такой процедуры, они должны отдыхать. Вот, и, естественно, в дороге это тоже не отдых. В 2015 году наша компания, наше руководство совместно с Минздравом инвестировала в Республику Казахстан порядка 20 миллионов евро. И мы занимаемся сейчас в стране в 53 клиниках. Мы оказываем более 30% гемодиализмам пациентам такие услуги. Таким образом мы охватываем вот именно отдаленные регионы, где с экономической точки зрения никакой рентабельности или интереса частного инвестора, частных инвестиций быть не может. Поэтому здесь роль государства, наверное, и есть в этом, да, основная часть, чтобы абсолютно аналогичные условия, как в крупных городах, допустим, Алматы, Астана, Караганды, были доступны и в сельской местности. И, соответственно, здесь плюс самый главный, что вот этот механизм ГЧП, он позволяет этому происходить. Успешная практика дает возможность переложить на бизнес часть инвестиций и социальных обязательств государства. Кроме того, подобного рода партнерства способны генерировать косвенные эффекты, оказывать влияние на решение вопросов занятости, обустройство жизнеобеспечивающей инфраструктуры, а в целом на уровень страновой конкурентоспособности. Поэтому совместная деятельность государства и частной инициативы в этой форме сотрудничества не теряет своей актуальности. Ведь такой тандем выгоден всем участвующим сторонам. А самое главное, удовлетворяются социальные запросы населения, интересы государства, решаются задачи по повышению качества жизни казахстанцев. Редактор субтитров А.Семкин